Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? На Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов. И даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. И сегодня у нас потрясающие новости. Потому что наконец-то у нас эфир с реальным гостем. Долой видеосвязь, долой телемост. Но, конечно, традицию с связью по скайпу мы продолжим с моими московскими коллегами. Но все-таки своих рижских гостей я наконец-то могу приглашать сюда в студию. И сегодняшний такой анти- уже практически карантинный эфир. Я хотела бы начать с очень известного человека не только в Латвии, но и в других странах. А в каких сегодня гость наш сам расскажет. Это шеф-повар Александр Кардаш. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим как о его профессиональном пути, о философии и принципах. О каких-то, возможно, достаточно резких мнениях и принципах, которые не совсем, наверное, совпадают со всеми представителями этой индустрии. Поговорим также об этом ужасном моменте, который, с одной стороны, принес много плюсов для рынка труда, с другой стороны, потери для заведений. Поговорим о перспективах, планах, проектах. Ну, а если у вас, дорогие радиослушатели, будут вопросы, или вы захотите поучаствовать в нашей дискуссии, задать свои вопросы, смело звоните нам в студию 6721-2939, 6721-3939. И номер для ватсапа 230-6191. Александр, ну, мы начинаем. И традиционно мы должны рассказать, кем вы все-таки являетесь, да, вот про ваш путь, как вы пришли к этой профессии, да, шеф-повар. Вспомните ваше детство. Вот любовь к этому делу к кулинарии была уже тогда, или это пришло как-то с возрастом? Может быть, вы помните какие-то моменты, которые так вот в памяти отпечатались у вас? Любовь к кулинарии, да, с детства, потому что, если так кратко, у меня очень много братьев и сестер в Белоруссии, и когда с родителями приезжали к ним в гости, я никогда практически не играл с братиками и сестрами во дворе или еще где-то, я всегда находился, сидел на кухне и смотрел, как готовили мои тети, бабушки. У меня до сих пор сохранился такой маленький блокнотик засаленный, я карандашиком записывал, что они делают, и потом ночью вставал, втихаря ставил большую табуретку, тогда уже были эти большие двуххолодильники, эти двухметровые Минск, и втихаря доставал все с этих кастрюлек, пробовал, несколько раз падал, просыпались родители, ставили в угол, но все равно я продолжал это делать, так что это с детства. Ну, то есть вы четко уже понимали, что любовь к этому есть, обсуждали ли вы со своими родителями, что вот я хочу пойти учиться на повара, были ли такие у вас разговоры? Обсуждал, но первый свой торт Наполеон я испек в 9 лет для своих одноклассников. Это такой хороший возраст. И, конечно, когда становился старше, там 5-й, 7-й, уже 8-й класс, но ввиду того, что еще был Советский Союз, и папа мой был довольно высокий, чин занимал в российских ВМФ, и поэтому сын поваром, ну, нет, вот рассматривался, единственный вариант – это Нахимовское училище. То есть понятно, да. Но мне, наверное, повезло, 89-й год, все поплыло, и нужно было думать, что делать здесь, в Латвии, потому что переезжать уже, ну, не было смысла. И было поступление в технический колледж, то есть начинал учиться там. Потом была сельскохозяйственная академия, но ни секунды не воспользовался полученным образованием, попал работать в лидо, одно из первых лидо, которое открылось, это Верманитис, жарил блины, помню, работал по 12-14 часов, весь обожженный, все руки в волдырях. Но мне это очень нравилось. Давление, крики, я чувствовал там нужным, это было мое. Это какой год был? 98-й. То есть самое такое вот время, когда все менялось сильно, да? Да. И хорошо, лидо, это такая была школа жизни, горячая кухня, да, все очень в масле кипит, много получили ожогов и опыта. Дальше, какие у вас были планы? Дальше, знаете, я, наверное, родители очень возмущались и друзья недопонимали. Я, наверное, обошел практически все заведения на тот момент, ну, более-менее, которые были в Риге. То есть я очень часто менял, да, не от того, что я был, наверное, там, плохим, мне постоянно хотелось что-то новое, новое, новое. Поэтому я, собственно, ушел и тоже из этого лидо, да, но я обошел почти туда все лидо, потому что я хотел попасть в другой цех, работать, а, ну, говорили, ну, как, вот, тебя поставили, работай, все. А мне хотелось посмотреть, как делают мясо, как делают, обделают рыбу, да? Да, вот, и самым, наверное, толчком понимания, что такое гастрономия более высокая, да, и что такое ресторан, это когда я попал работать, только-только открывалась гостиница Беловью, да, этот ресторан, который сверху, там были немецкие шеф-повара, это дал огромный толчок, то есть я переоценил вообще все, что происходит, и четко для себя решил, что, ну, я хочу тоже быть таким, как они, и стать шеф-поваром. Вообще-то шеф-поваром я стал довольно рано, наверное, не самое лучшее, потому что, то есть я многих нюансов не знал, и, знаете, как это, много славы, хорошая зарплата, это тянет не в ту немножко сторону. Я эту тему хотела затронуть чуть позже, но раз уж вы сами, да, сказали, шеф-повар – это слава, это хорошие деньги, как вы считаете, какой процент шефов болеют звездной болезнью? Думаю, что процентов 70. А 30? Заболевают чуть-чуть? Заболевают, да, в том или ином формате, да, то есть, ну, я считаю, что это, ну, нормально, почему? Каждый человек хочет, ну, какой солдат не хочет стать генералом, кто не хочет встать на пьедестал славы, да, то есть, будь то конкурс или ресторан заходит в какой-то рейтинг или зарубежный, который рестораны имеют возможность зайти там в топ-100 или еще выше получить звезду желаемую, это нормально? Как вы описываете личность шефа? Понятно, что все мы разные, но мы там чуть-чуть успели с вами до эфира пообщаться, я так как имела большой опыт работы в паре с шефами, я могу сказать, что у них все-таки есть какая-то отличительная черта. Вот все-таки, как говорят, да, там запах женщины, а вот есть запах повара, шефа, да, именно не запах смысле там пахнет от него какой-то вкусной едой, а именно вот какая-то жилка, как вот в характере есть какая-то особенность. Вот вы можете ее назвать среди своих коллег, возможно, в себе. Вот что объединяет вас, какая-то вот черта характера? Что отличает шеф-повара от там су-шефа, я не знаю, например? Цель, очень большие амбиции, сильные амбиции, я имею в виду в правильном направлении. Постоянное стремление к новому, ежедневное, ежечасное, ежесекундное. Те, которые останавливаются, это все, это подобно смерти. Все время. То есть, ну, среди моих коллег, с которыми я так более плотно общаюсь, это, ну, в основном, шеф-повара из Испании и Москвы, у них такая же, когда я говорю там, делюсь, что там, учат бессонница, еще что-то, у тебя мозг все время работает. И причем он работает, но к сочетанию вкуса. То есть продукты, которые до этого считались несовместимы, они, оказывается, работают вместе. Да. То есть шеф-повар – это тот, который генерирует все. И, естественно, это руководитель, руководитель, который может правильно расставить работу. Да, то есть он, это психолог. Однозначно психолог, потому что не каждому человеку дается, скажем, кто-то хорошо готовит соусы, кто-то хорошо более там к десертам, кто-то жарит хорошо мясо, а с рыбой у него вообще ничего не получается. И это ведь не только в кино, это реально в жизни происходит. Вот везде, где я был, это я сейчас уже последние там 3-4 года к этому дошел, потому что я начал глубоко изучать анатомию человека, как человек это воспринимает, как работает наш мозг. И это не только в кулинарии работает вообще, я думаю, что в любом бизнесе. Вот, поэтому, то есть даже в последнем проекте, где я работал, это был отчасти эксперимент, я целенаправленно на него пытался набрать 100% женский коллектив. Себя в подчинение, вы имеете в виду на кухню. Да, да. Тут, знаете, как не подчинение, скорее команда, то есть не подчинение. Была цель, я считаю, что я ее почти достиг, это была такая, знаете, абсолютно домашняя атмосфера. Люди приходили чилить, да, то есть вот свобода полная. Да. Почему девушки? Потому что, по-моему, какой-то из французских шеф-поваров в 60-х годах был манифест, что, ну, якобы, женщине не место на кухне, ну, как-то так, я не помню четкую формулировку. И так все это было. Ну, женщина, женщина не умеет готовить, абсолютно все это не так. Да. Есть очень много кухонь мира, да, которые, и рецепты, которые изобрели женщины, и женская интуиция, и подход вообще к любому, вообще, и даже вообще глобально в бизнесе, я считаю, что это, ну, у нее, это развито намного больше, чем у мужчины. Вот, кстати… И у меня это абсолютно получилось, когда были какие-то более такие серьезные ужины, сеты, которые делал, да, там даже вот последний сет у нас был чисто из морских ежей, и спрашивали, да, и хотели видеть, кто, ну, кто готовит-то, да, и все были в большом изумлении, что, разве это действительно они? Я говорю, да, действительно они. Ну, здесь, конечно, не все, наверное, согласятся. Возможно, да. Да, я не про себя говорю, а вот те шефы, с которыми мне удалось за 9 месяцев существование программы «Открытая кухня» пообщаться, даже Алексей Зимин, да, шеф из Москвы, тоже сказал, что он все-таки склонен верить, что шеф – это мужчина. Вот, так что тут сколько людей, столько и мнений. Ну, да. Но вот касаемо характера, да, вернемся к этому вопросу. Считаете ли вы, что эта личность чаще всего очень импульсивная, вспыльчивая, и иногда даже не умеющая себя, например, контролировать? Да, я тоже таким был. Да? Да. Как вы с этим боролись или боретесь? Ну, ты понимаешь, чтобы двигаться дальше, ты должен достичь гармонии в себе, да, то есть гармонично должно работать все. Если у тебя вот это все, синусоиды эти все у тебя пляшут, да, то это отражается и на персонале, и вообще отражается на всем, в твоем эмоциональном состоянии, физическом состоянии, да. Я, после того, как я вернулся, я был в Камбодже, да, очень много, часто летаю в Азию, я очень комфортно там чувствую, и разного рода и медитации, и с людьми, которые это делают, да, то есть синхронизируют все энергетические потоки в человеческом теле. И я начал задумываться, что я не могу дойти до того, к чему я хочу, значит, что-то мне мешает, именно это и мешало. Ну, наверное, сейчас редкий мой коллега сможет вспомнить, когда я на кого-то там кричал или кидался там с чем-то. Это ни к чему не приведет, абсолютно. Да, импульсивный. Если, скажем, как имидж создаю, да, мы же знаем, передача, да, 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 туда. Но я приверженник того, я сейчас думаю абсолютно правильно, что нужно просто, как я говорил, да, находить сильные и слабые стороны человека, делегировать правильно, мотивировать его, мотивация, да, быть рядом, быть ему и папой, и мамой, вникнуть вообще в суть его, не только работой, вообще быть ближе к нему, пытаться всегда помочь и быть абсолютно искренним. Где вы черпаете эту философию вдохновения? Вы упомянули Азию, вам близка философия больше восточная? Да, в основном это Таиланд, да, Таиланд, и я сейчас был в Индонезии, знаете, как говорят, таяц генетически не способен обмануть, и для меня это очень важно. Я не встречал, во всяком случае, я думаю, что таких нет. Возможно, может быть, есть, но не встречал, да, то есть, и такая же, вот мы с вами говорили о Сингапуре, да, я чувствую, ну, просто там, вот, как дома, должна, может быть, еще круче. Ну, все-таки Сингапур и Таиланд, это абсолютно по своему, по своей духовности, если мы говорим об этом, контрастно разные города, контрастно разные люди, которые там живут, потому что, если мы говорим про Сингапур, чаще всего туда летят чистые материалисты и находят себя там. Если мы говорим про Таиланд или острова, на которых, да, люди живут или прилетают отдыхать, это люди, которые ищут счастье в простых мелочах, вода, песок и деревья вокруг. Это настолько вот контрастно. Ну, знаете, как, я же не только бываю, это в Таиланде, в Сингапуре, наверное, ну, пятую, может быть, часть земного шара обкатал, да, был на разных островах, и в том числе я был в таких местах, даже в Латинской Америке, куда даже полиция не заезжает. Но я свободно там ходил, чувствовал, и все были с таким большим недоумением, как, он говорит, ты что, сумасшедший? Я вот за последние, там, 10 лет путешествий никогда не встречал вокруг себя людей, негативно настроенных или с какой-то хотя бы минимальной агрессией. Может быть, вы просто сами излучаете хорошую энергию? Возможно, да, мне многие об этом говорили, что так, наверное. Да, да, поэтому везде, где я нахожусь, я все время пытаюсь извлечь только самое лучшее, самое интересное, я не вникаю там, да, то есть я очень дружелюбно настроен ко всем, я люблю всех, все, что движется, все, что ползает. И поэтому я это готовлю. Да, да. Минутка. Да. Юра. Хорошо. Сколько у нас остается времени до перерыва? Две минуты у нас остается. Назовите, возможно, вот пока у нас не так много времени, да, до рекламы, топ-3 страны, которые вы для себя оцените как, вот, наверное, самую вкусную страну. Вот номер один, номер два, номер три, если это возможно. По именно национальной кухне, я имею в виду, по там богатству природному, что растет на землях локально. Япония первая, Китай, Соединенные Штаты, ну, не все, но, наверное, карибская, да, побережье, карибская кухня. А Япония, давайте вот раз первый вы выделили, расшифруем, почему Япония? Изобилие морепродуктов, соблюдение абсолютно везде правильного баланса, да, как я говорил, то есть у них баланс во всем, да, поэтому это и в жизни, то есть чистота вкуса сказал, да. Набор этих продуктов, ну, это можно бесконечно, наверное, экспериментировать и готовить, и подход людей вообще к жизни, к всему, в том числе и к кулинарии, гастрономии, и все, что происходит, это вызывает восторг. Китай, Китай, потому что, ну, это, наверное, основа все вот эти азиатские кухни, которые идут, это все оттуда. Ну, во всяком случае, сколько я черпал, читал, смотрел, основа там, да, и там тоже непочатый край, я каждый раз, когда читаю, я был всего один раз, да, в Китае, но очень много разных изданий покупаю и подписан на разные, в разные группы, это можно все время новое, 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 это очень интересно. Карибское побережье, тоже морепродукты, солнце, и там, знаете, простота еды, да, то есть никто не заворачивается на чем, просто, понятно, вкусно. Ну, это для меня, наверное, да, то есть, возможно, и есть же очень, ну, страны, где тоже очень много все развито, и Италия, средиземноморская кухня, да, тоже, может быть, да, она могла быть в тройке, скажем, с карибской разделить, да, вот, но для меня, да, наверное, вот эти… Мне нравится, что это такое, что вы не назвали Италия, там, я не знаю, во Франции и еще какое-нибудь такое, ну, вот что, что первое приходит на ум, да, что это таким больше уже из личного опыта, исходя из какой-то философии, страны, в которые, ну, действительно интересно изучать, и с точки зрения кулинарии, и с точки зрения культуры. Ну, в любом случае, то есть, вся готовка, во всяком случае, моя, да, база французская, да, то есть, это техники абсолютно все французские, да, то есть, это, ну, лучшего я, во всяком случае, не знаю, да, и потом уже идут ответвления на французскую кухню, я накладывал и ту же японскую, ту же, это, знаешь, ингредиенты, да, но база приготовления, да, 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 то есть, это очень интересно получается, и это делают очень многие, делают очень успешно, да. Ну, вот про конкретно ваш подход, про ваше блюдо, да, про ваши проекты, про рестораны, в которых вы работали, мы поговорим после рекламной паузы, она будет совсем небольшой, открытая кухня. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, мы вернулись после небольшой рекламной паузы, в эфире открытая кухня, сегодня у меня в гостях, наконец-то, реальный гость, Александр Кардашев, повар, безумно интересный человек, который объездил полмира, как он нам уже рассказал в первой части программы, у которого есть абсолютно свой взгляд как на кулинарию, так и в целом на жизнь и индустрию, и поэтому сегодня мы активно обсуждаем не только его карьеру, но и в целом все-все-все, что связано с ресторанным бизнесом и с тем, что происходит на кухне и в руках шефа. Я напоминаю вам номера для связи с нашей кухней, если вы захотите задать вопросы, 6721-2939, 6721-3939 или номер для ватсапа 230-6191. Александр, до ухода на рекламу мы с вами обсудили топ-3 страны, которые вы выделяете как самые такие богатые по своему кулинарному наследию, Япония, Китай и Карибское побережье. Скажите, что самое отвратительное, что вы ели в своей жизни? Фу, самое отвратительное. А теперь на контрасте, поговорили о хорошем. А, по-моему, вы знаете, что... Ну, если цензурно, можно это сказать на радио? Нет, в одной из авиакомпаний я летел, было... Ну, да, это был ужасный обед был. Мне казалось, что... А, с рамку перелета, да? Да, да. То есть так, наверное, я... Не буду называть авиакомпанию. Им и так сейчас тяжело. Так не... Нет, у меня не было такого, что было уже... Было, конечно, своё видение, да? То есть иногда, может быть, ты думаешь, ну, испортили продукт. Да. Но ведь это видение этого шефа, этой команды, да, и ресторана. То есть это не было ни испорчено, ни плохого качества, ничего, да? То есть... Ну, вот вы сказали про Сингапур. Я когда там жила и работала, мои коллеги китайцы, мне постоянно пытались скормить вот это 100-дневное яйцо. Вы его и пробовали? Да, конечно. И как вам? Очень вкусно. Да? Спасибо. То есть я сразу, у меня, наверное, голова под сознанием работает, потому что я понимаю, насколько, во-первых, полезны ферментированные продукты. И я очень много и читаю, и стараюсь внедрить в кухню все процессы ферментации, которые возможны. Это, то есть тот пятый вкус, да, умами, который без химии можно... Кондитерку, в соусы, ну, вообще куда угодно можно, да, то есть наличие определенных знаний, химии, биохимии, да, это можно сделать. То есть я на своей кухне культивировал чайные грибы, молочные грибы, ферментация водорослей, дехидрация, ну, много всего, даже грибы выращивал. А как вы относитесь к... ну, наверное, конечно, это больше туристическая забава, хотя многие азиатские представители едят это как снеки, как мы едим сухари или чипсы. Все возможные в панировке, в масле, жучки, паучки, тараканы, вот это все, как вы к этому относитесь? Как просто just for fun или вы тоже можете смело отнести к... И я думаю, за этим вообще будущее, ведь огромные инвестиции, компании инвестируют в выращивание вот этих белых, как я забыл, таких больших... Личинки? Личинок, да. Протеиновые. Да, и пройдет, я думаю, что скоро будет нехватка огромная, то есть мясо, да, почему сейчас эти соевые бургеры, они, кстати, очень полезные, вкусные, да, но сейчас это такой тренд, поэтому он дороже, чем простой бургер. Ведь это все не просто так, потому что проблема не только с водой будет, а и с едой, поэтому в этом, а там же очень много белков, углеводов, все. И я очень, ну, в азиатских странах, ну, может, какие-то там кузненчики, какие-то жуки, да, вот этих вот личинок, ну, я ем с удовольствием, это очень вкусно. Ну, вначале ты видишь, визуально ты не можешь понять, потому что мы родились в другом месте, ну, мы непривычны к этому, да? У меня вообще паническая боязнь насекомых. Это да, и это очень полезно, и я думаю, что мы с вами застанем, это будет, да, то есть сходить в ресторан, поесть стейк, хорошую биологическую, салаты, овощи, это будет очень дорого и не всем доступно, ну, это мое мнение. В самом случае, когда я езжу, путешествую, я вижу, куда, куда идет мир. Это уже, это уже заметно. Если мы вспомним с вами самое прекрасное, что вы ели в своей жизни? Самое прекрасное, я могу сказать, что я еще вчера ел тамамин суп и куриные котлеты. Как я люблю вот такие вот ответы шефов. Вот это, кстати, уже, мне кажется, ну, вот десятый шеф вот такого топового уровня, который всегда отвечает, это то, что приготовила мама. Да. Прямо бальзам на душу. То, что готовит мама, это ни с чем не сравнить, это всегда очень вкусно. Потрясающе. А что вы готовите? Вы готовите дома? Почти нет. Вот, опять среднеэстетический ответ шефа. Почти нет. Я, когда друзья приглашают в гости, да, я беру какой-то набор продуктов, естественно, если я доступно у меня в ресторане, я приготовлю, сделаю такой большой кейс и еду в гости, это как подарок. То есть кто-то едет там с бутылкой вина или еще чем-то, я еду с большим кейсом полуготовых продуктов и готовлю там, а они приезжают там со своими женами, там еще с кем-то и все. И то есть вокруг меня такая движуха, мне тоже нравится, и все. Вкусная еда, много вина, приятные люди, вообще вот так. Окей, про ваши проекты. С домом разобрались. Что вы готовите в рамках ресторанов, в которых вы работали? Да, вы нам уже успели рассказать, что бывали во многих странах. Опишите, может быть, ну поскольку, да, у нас не так много времени, какие-то вот такие точечно самые интересные, самые запоминающиеся для вас проекты, да, в которых вы участвовали, не только в рамках Латвии. Какие в большинстве это были заведения, рестораны Fine Dining, это были рестораны больше с морским уклоном. Ну, Александр Кардаш, это шеф-повар ресторанов и продолжите. Самый большой экспириенс это было, когда я попал на север Норвегии, да, остров Варда, это самый последний кусочек суши, то, что есть дальше уже, Арктика начинается. Первые три года, ну, то есть, рутинная работа, да, но очень много морепродуктов, тюлени, киты, многие сейчас скажут, нельзя-нельзя, но, знаете, как есть определенный вид этих, не вот эти большие, я забыл, как называются, большие киты, которые занесены, их охраняют все, да. То тех вообще не трогают. А если вот чуть поменьше, они, знаете, как наравне с этими синими тюленями, да, которые истребляют огромное количество популяции рыб, и их, ну, их направленно вот забивают, да. То есть, крабы, морские ежи, все виды рыб, это было что-то уникальное. Потом на четвертый год появился шеф с довольно-таки очень знаменитой кулинарной семьи из Франции, да, это основатель ресторана Brass. Его братья работали с Рене Рензепи в Копенгагене, запускали НОМА, и этот человек, Джозеф, приезжает к нам на остров, я бы очень изумлен, думаю, человек такого уровня, что, ну, да, он тоже за определенными впечатлениями и эмоциями. И тот подход, который он начал готовить, варить, я понял, что 50-60% того, что я знал, можно просто выкинуть в никуда, да, просто перечеркнуть и выкинуть. Это было первое. Он дал, заложил ту основу, о чем говорил, вот Франция почему, да, это готовка бульонов. Оказалось, что я совершенно не умею варить бульоны уже с таким стажем, и уже был шеф-поваром в Риге, открывал и проекты, и был бренд-шефом там и стейхауса, и двух пивных проектов, да, но оказалось, что вот так, да, пришлось все это проглотить, и заново все начали, не все, но часть, да, и это было очень полезно. Потом, когда начались стажировки, это в Сингапуре ресторан Burn Ends, то есть готовить в этой печи, где 600 градусов, я вначале думал, что это какое-то безумство, это фейк, но приехав туда, познакомился с шефом, когда я внедрился в эту команду, как меняются вкусы продуктов, все остальное, это было, то есть это, наверное, на всю жизнь останется у меня. Стажировка и работа в ресторане Арзак в Сан-Себастьяне, то есть подход Елены Арзак и су-шефа, все, которые есть там, к организации кухни, и как люди фанатично, они не просто работают, они верят, все они как единое, вот как молекула к молекуле. Я такого не встречал нигде. Ну, в Латвии, наверное, вот последнее, то, что делал это в Икосоливе, потому что ничего подобного, я на, скажем, средиземноморской кухне, так ее особо не культивировал, да, то есть наложил немножко азиатских и, так называть, было модно нордических оттенков. На мой взгляд, получилось довольно успешно, да, гости, им нравилось, думаю, что и нравится сейчас, да, поэтому это одно из таких, ну, запоминающихся. Конечно, в основном это то, что была Норвегия, потому что то количество морепродуктов, которые были там, вот, это было самое такое впечатление. Как Вы оцениваете качество продуктов в Латвии? Ну, каких именно, правда, у нас же почти все завозное. Например, если мы говорим, вот, что летом у нас есть возможность купить растительные, я имею в виду, что вот выращивают наши местные, вот, у нас же сейчас везде принято писать эко, био, вот, местные фермеры, достойно, вкусно? Вот именно что, да, знаете, как принято писать. Ну, поэтому я всегда вот шефам и задаю такой вопрос, потому что, ну, наклеить, сейчас можно все что угодно, правда? Продукты, ну, наверное, это, что я могу отметить для себя, это, наверное, одно из тех единственных, есть такие сыры, амолынч, да, так называются, как-то так. Ну, короче, там есть солодом, есть, ну, некоторые виды сыров, ну, это то, что мне сейчас, да, то есть, есть пытаются выращивать все, но это неконкурентно способно. Да, да, по вкусу, не знаю, я даю предпочтение завазным продуктам. Мясо? Говорят же, что вот в Цейсисе у нас очень хорошие фермы, где выращивают и говядину, все-все-все. Смотрите, если мы говорим о ресторане, и ресторан нацелен на постоянное качество, поток, и чтобы было постоянно все доступно, то мой опыт – это невозможно. И вот то не хватает, то нету, то скачет качество, да, то есть… Нет стабильности. Да, нет стабильности. Качество неплохое, идет к улучшению, стараются те, которые могут, да, упорно, не бросили это дело при всем том, что нету там поддержки и финансирования должного, но тем более, тем не менее, да. Для дома и для небольшого, скажем, если бы было у меня при въезде в Ригу придорожное интересное такое кафе или маленькое такое, вот у нас есть такие ресторанчики маленькие, тут шеф-повара открыли собственные. Да, это имеет место быть, и это хорошо, то есть ты культивируешь, греешь, поддерживаешь местного производителя, но в рамках ресторана такого от 70 посадок и больше, чтобы у тебя было, думаю, что пока нет. Что-то можно использовать и использовать, но опять это сезонно, и все, а дальше что? Вот есть продукты, да, это один из, ну просто, как я говорю, что ресторан – это одна из самых просто сложнейших сфер, что те люди, которые вот с нуля пытаются открыть, не имея в Хорико никакого опыта, они так ошибаются, что ну что там, команду поставил, все, кассу установил, вытяжку включил, все работает. Я из эфира в эфир повторяю, что это один из самых сложнейших механизмов, в которых вот статьи этих пунктов, точнее, за которыми тебе следует следить и которые следует наладить, ну просто на много-много листов можно расписать. Продукт – это один из. Вот вы, когда заходите в ресторан или вы, когда работаете в ресторане, что для вас является самой большой болью? Вот что вы чувствуете со стороны? Чего, на что, может быть, закрывают глаза или на что не обращают внимания? Где упускают? Вот что чаще всего становится этой самой большой болью? Ну если говорить сейчас, о чем, скажем, не только в Латвии, а вообще во многих странах пока еще ставят, продают еду. То есть боль та, что ресторан, ну просто неинтересен, неинтересен, потому что в нем ничего не происходит. Еда – это последнее. Она должна быть безупречной, но качественно – это последнее, что нужно гостю. Потому что, я не помню, кто-то там из великих сказал, то есть счастье – это не то, что мы ощущаем, это счастье, это то, что мы помним. Впечатление. Да. Да, то есть, по моему мнению, ресторан должен быть 100% театром. Макс Цекотт сказал точно так же. Театр – это, и это же не просто так, то есть те рестораны, в которые я езжу, и сейчас вот последний, который был там в Испании, ресторан Le Bar, да, ну огромный так называемый chief table, да, то есть контакт с этим поваром. Повар становится, превращается в актера. Конечно, это сложно, не все это могут, да, он должен уметь разговаривать на разных языках, он должен шутить, то есть там, не знаю, вплоть до жонглировать, и он, ну вот, актер, да, помимо того, что он хорошо готовит, он еще актер. То есть шоу, которое происходит, световые, цифровые разные, с нашими технологиями, да, то есть тогда, да, просто если как относиться, как я вам говорил, как к топливу, вот, а, к сожалению, вот так. Ну, пришли, поели, ушли, и все. То есть мне, ну, неинтересно, я, конечно, здесь пойти поесть, то есть места, где я просто прихожу, я быстро поел и ушел, а вот куда я за эмоциями, то есть я целенаправленно смотрю в интернете, и один из тех сумасшедших, наверное, который просто, не важно, сколько это стоит, этот билет, я лечу туда, конечно, я смотрю и культуру, и какие-то музеи еще, да, на основе я ищу, я, ну, вот, за эмоциями, за впечатлениями. А еда, она, я говорю, она безупречна, но это последнее. Как человек, когда пересекает, заходит в ресторан, то есть наш организм, это один из самых больших считывателей информации. Первое, мы оцениваем, да, свет, дизайн, что происходит, текстуры, комфорт, запахи, температура. То есть это все оседает в нашем, не то, что первое, как нерептильная часть мозга, а вторая, как она, я забыл, как называлась, да, то есть мы, ну, подсознательно это остается там, и мы возвращаемся туда, что мы помним. То есть я в нескольких ресторанах проводил наблюдения по несколько месяцев. Встает группа людей, говорит, Александр, все было супер, спрашиваю, все довольны, все улыбаются, но их больше нету в своем ресторане. Начинаешь задавать, думаешь, как, ну что, вот так, так, ну что случилось-то? Начал изучать, вот, поэтому я записался на курсы уже два месяца, почти прошло, в Сколково, да, MBA. Как работает человеческий мозг, да, на основе, то есть наука поставлена на первое, и из этого исходит, то есть узкое направление, что происходит в ресторане, как человек ощущает, какие реакции, что может потом последовать. Вот поэтому, то есть я считаю, что скоро рестораны, которые будут посещаемы, это будет театр, реальный театр действий. Вы сейчас думаете над каким-то новым проектом? Да, думаю. Я даже не думаю, я процентов на 60 уже его сформировал, не один, а три. Это будет театр? Один из них, это будет большой театр. Я также понимаю, что это довольно сложно, потому что под это нужно найти даже не просто инвесторов, а людей, которые поверят в это. Да, возможно, это будет здесь, в Латвии, возможно, нет. Но ещё один из проектов, который не только я уверен, но очень много моих коллег уверены в том, что это искусственный интеллект. Это большая проблема. Не пользуются ни владельцы ресторанов, ни шеф-повара этим не пользуются. Хотя тысячи ресторанов по всему миру, и что сейчас бы вывело на другой уровень, да, то, что сейчас была пандемия, да, как один мой коллега сказал. То есть есть боль, её нужно решить. То есть как попасть к гостю, не заходя к гостю? Как это сделать? При помощи искусственного интеллекта. То есть при нынешних технологиях выйти в онлайн в минимум в 3D, в 4D формате с семьёй или куда отвезли эти продукты, и шеф находится приготовить в тандеме. Ну, для меня это было такое… Почему этого никто не сделал? То есть даже компания LMT, она предлагала не зря эти все эти стенды, все эти показные, да, которые были. И причём это стоит, ну, не так много. Я во время вот вируса написал два письма, мне сразу же ответили, и, скорее всего, что к концу года я полечу на стажировку либо в Кипр, либо в Осаку. Есть такой ресторан Zoom, но это сеть уже, да? Ну, да, известно. Вот, то есть компания под компанией Panasonic, есть ещё компания Chrono Ice, да, то есть вот искусственный интеллект, как работает в ресторане. Красивые такие очёчки, элегантные. Ну, каждый может подработать дизайн, то есть они выглядят как очки, да, то есть не солнечные, простые. И вот на этих очках в глазницу попадает вся информация, где продукты, сколько продуктов, все рецептуры. Официантка видит весь зал, она уже не ходит просто так. Вот здесь. То есть это, ну, человеческий фактор исключает, да, лишнее, ну, то есть движения никакие лишние нужно делать. То есть это помощь на кухне, это обсчёт, это всё. В общем, это очень стильно и красиво. Ну, там же можно их любой формы сделать под лицо, под имидж ресторана. Я представил, да, то есть если бы не было, они пробовали, да, я хотел, чтобы этот комплект стоит 1200 долларов, они озвучили, ну, какая-то доставка, да, естественно, понятно, что нужен программист, который это интегрирует, всё это поставит. Ну, вот один из вариантов, что ты не можешь попасть в гости, гость не может к тебе. Ты делаешь комплект продуктов, нарезка, всё полуготовое, такой же комплект отъезжает гостю. Гость одевает очки, и у него полное, да, если вы слышали, есть такое на Ибице, и больше в разных других, по-моему, городах мира тоже есть ресторан Sublimotion. Вот, всё то же самое. Он надел очки, и у него будет, я буду стоять перед ним, он передо мной, либо это интегрировано как в ресторане, либо, ну, не важно в каком месте, и мы с ним начинаем готовить. Понимаете, то есть была возможность заработать ещё больше, чем в простых условиях, потому что та прослойка населения, там, 2-3%, если мы говорим про Ригу, которая ходила в рестораны, она будет ходить в любых условиях, только может чума это остановить. Они как ходили, они всегда будут ходить, и если ты дал бы новые продукты в таком формате, блин, это была бы бомба. Причём это доступно, реально доступно. Но думаю, что вот сейчас люди переосмыслили, передумали, поэтому рестораны должны стать как трансформеры, адаптироваться под любые ситуации. Иначе, если будет ещё одна какая-то волна, то могут просто не выжить, да? Ну, вы сказали про пандемию, да, про проекты, про то, что действительно кто-то использовал, не использовал это время на руку. Ваши прогнозы, да, у нас буквально там пару минут остаётся, какое число заведений в Риге закроется? Ну, я имею в виду те, которые делали перерыв на карантин, но не смогут позволить себе открыться заново. Ну, думаю, сейчас, думаю, откроется очень много, да. Я уверен, что будет вторая волна, то есть, ну, так называемого кризиса. Ну, не знаю, заражение, я не могу сказать, может быть, не знаю, не будет так ограничено. Но финансово, да, то есть мы зависим. Самый большой наш сосед – это российский рынок, да, от тех туристов, которые были. Это огромное количество людей, которые не заедут сюда. Ну, так же, как и англичане не заедут этим летом сюда, скорее всего. То есть, сейчас все откроются, как-то всё, сколько там где-то каких-то кубышки вскроют, что-то где-то как-то пойдёт. Думаю, что к концу года будет процентов 30, будет падение 20-30. 30 процентов закроются? Да. Думаю, что. А вы же вот просто, почему спрашиваю, у всех абсолютно разные мнения. Кто-то говорит, что вы живут в маленькие кафе с кофе, а кто-то говорит, что вы живут в ресторане высокого класса, потому что есть вот эти 2-3 процента, которые как ходили, так и будут ходить. Как вы считаете? А, ещё сетевые говорят, что будут хорошо себя чувствовать, так в торговой центре всё равно кто-то на чашку кофе, суши и пиццу зайдёт. Сетевые будут чувствовать, потому что там финансы, понимаете, то есть огромная сеть, они в разных странах, они реструктурируются, перекидывают, то есть это движение. То есть там пошло плохо, закинули туда, тут получше, тут, да. Рестораны высокого класса, сейчас заходят новые игроки в этот сегмент. И я думаю, что этот формат, не думаю, я уверен, он будет работать однозначно. Мне кажется, намного труднее будет выжить вот таким маленьким, да, которые настолько чувствительны от всего, да, то есть там неделю гостей нету и всё, да, он капец, и денег взять неоткуда. То есть это его работа, жизнь, вот он приехал, всё, то есть. Вот им будет как раз тяжело. А понимаете, большие рестораны, которые на премиум класс, да, там, под ними есть деньги в основном. Подушка какая-то. Да, где-то есть очень большие деньги, им абсолютно всё равно, да, то есть они работают. Время покажет. Да, ну, мне кажется, что премиум будет в любом случае, всегда будет, да, сетевые всегда, а вот маленьким будет очень тяжело. Ну, время покажет, нас, к сожалению, нашего эфирного времени сегодня уже не остаётся, но я, Александр, безумно благодарна вам за это интервью, было мне лично суперинтересно, я надеюсь, что мы встретимся с вами на вторую часть. Думаю, радиослушатели будут тоже наши только за. Напомню, что сегодня у нас в студии был Александр Кардашев, шеф-повар, человек с безумно богатым и ярким, красочным опытом. Успехов вам, надеюсь, что все проекты только будут пахнуть и цвести, пусть всё получится. Спасибо вам большое, да, я тоже на это надеюсь. Спасибо вам большое, сегодня нам помогал наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. Я Валерия Иванова, Открытая кухня.